Привет друзья! Известный российский киноактер, пик славы которого пришелся на 1980-е годы, в лихие 90-е нашел себя в озвучивании, став признанным мастером дубляжа. Зрителем Вячеслав Баранов запомнился ролями в культовых советских картинах «Тимур и его команда», «Гости из будущего», «Карнавал» и «Батальоны просят огня». Сегодня вы узнаете, почему актер Вячеслав Баранов пережил неудачи в браке, такая короткая судьба того самого Мишки Квакина. Смотрите видео до конца, и так обо всем подробнее. Детство и юность. Будущий актер родился в сентябре 1958 года в молдавской столице. Но вскоре семья сменила теплый и солнечный Кишинев на Дальний Восток, где и прошли первые годы жизни маленького славы. Юность артиста снова связана с переездом, на этот раз в Москву. Переселение в столицу кардинально повлияло на биографию Баранова. Как позже поделился Вадим Андреев, известный зрителем по главной роли в культовой комедии «Баламут». Он познакомился с Вячеславом в 1973 в Театре юных москвичей, что на Воробьевых горах. Подростки, мечтая сниматься в кино и стать знаменитыми артистами, бегали на занятия после уроков. Там талантливого славу и заметили агенты из Беларусь фильма, подбиравшие подходящего мальчика на роль в фильме сказки «Приключения в городе», которого нет. Лента вышла на экраны в 1974 году. Роль сорванца Гавроша принесла юному артисту первую славу и убедила в правильности выбранного пути. В следующем году 16-летний Баранов снялся в главной роли в мелодраме «Что с тобой происходит». В дальнейших планах выпускник не сомневался. С Вадимом Андреевым он отправился в один из театральных вузов столицы. По словам Андреева, провал оказался полной неожиданностью, но Баранов быстро справился с эмоциями. Разузнав, что на курс Лиозного и Куледжанова в Овгике идет добор, молодые люди отправились на прослушивание. И блестяще его прошли. В 1979 году Баранов и Андреев стали дипломированными актерами. На момент окончания вуза режиссеры воспринимали Вячеслава Баранова как перспективного молодого актера, хорошо зарекомендовавшего себя в четырех лентах. К двум фильмам, в которых он снялся в школе, добавились еще две популярные картины. В одной из них, двухсерийной приключенческой ленте, Тимур и его команда с Антоном Табаковым в главной роли, Баранов сыграл хулигана Квакина. Вторая картина – киноповесть «Расписание на послезавтра», классика советского кинематографа. Главной мыслью сквозь драму проходит извечный спор физиков и лириков. Сюжет разворачивается в физико-математической школе, директора которой сыграл блистательный Олег Даль, а преподавателя литературы Маргарита Терехова. Баранову досталась роль десятиклассника Ковалева, интеллектуала и лидера класса. В молодости артист много снимается. В первой пятилетке 1980-х наиболее громкими оказались премьеры двух картин. В культовой мелодраме «Карнавал» с Ириной Муравьевой в ключевой роли Вячеслав сыграл нерешительного школьного ухажера Женьку. Настоящим прорывом на советский кино «Олимп» становится не второстепенная роль в «Карнавале», а главная в ленте «Клетка для канареек», которую представил Павел Чухрай в 1983-м. Фильм принес славу не только Баранову, но и Евгении Добровольской. В проекте Чухрая снялись Алиса Фрейндлих и Семен Фарада. Молодому актеру удалось воплотить на экране сложный, многослойный и противоречивый образ, потребовавший немалого мастерства. 1983-й принес киноактеру еще одну главную роль – в ленте о драматических событиях Второй мировой войны, дважды рожденной. Роль 18-летнего новобранца Булыгина, выжившего после затопления парохода и преследуемого немецким асом из воздуха, открыла зрителям новую грань таланта Баранова. Вячеслав так вжился в драматическую роль, что даже самые придирчивые критики восхитились достоверностью игры. Работа принесла артисту первую награду и новые предложения ролей в военных драмах. Так он появился в лентах, шел четвертый год войны, и батальоны просят огня. Заметные образы, запомнившиеся поклонникам Вячеслава Баранова, он создал в драматической ленте «Размах крыльев» и «Детективе разорванный круг». Лихие 90-е больно ударили по карьере многих известных коллег Баранова. Узнал, что такое невостребованность, и он. Но артист нашел себя в дубляже. Его голосом заговорили Тейлор в картине «Девушка с татуировкой дракона». Фильч и эльф Добби в «Гарри Поттере». Халк в «Волшебнике страны Оз», Голум во «Властелине колец». Фильмография озвучки Вячеслава Баранова, более 200 отечественных и зарубежных проектов. В 2000-х актер продолжил работу как артист и режиссер дублирования, но поклонники Баранова обрадовались и его появлению на экране. В новом веке он снялся в картине «Иван Грозный», появился в образе Шуйского, в сериале «Дети Арбата», в драме «Шпая многоточие» и приключенческом фильме «Гости из будущего», где сыграл учителя физкультуры. Последней работой актера стал криминально-детективный проект «Семин. Возмездие», где ему досталась роль алхимика. Личная жизнь. Однокурсники Баранова рассказывают, что на третьем курсе в ГИКа Вячеслав увлекся новенькой. Ею оказалась красавица Елена Цыплакова. Но роман оказался односторонним и сошел на нет. Романтическое развитие получило второе знакомство, случившееся на съемочной площадке в 1983 году. Баранов и Добровольская поженились. В 1986 у них появился первенец Степан. А через год супруги развелись. Расставание актер переживал тяжело. По словам режиссера и друга Андрея Шпая, Евгения Добровольская для Вячеслава навсегда осталась любимой женщиной. Хотя личная жизнь и сделала поворот, в 1993 году Вячеслав Баранов женился на Ирине Павленко, не имевшей отношения к миру кино. Спустя семь лет они тихо расстались. В этом браке детей не было. Вячеслав воспитывал сына жены от ее первого брака. Смерть. В конце 2010 года Вячеслав Баранов обратился к врачам из-за усилившихся болей в позвоночнике. Диагноз прозвучал страшный – рак почки. Болезнь оказалась запущенной. Коллега и бывшая однокурсница актера Наталья Казначеева уверена, что причиной заболевания стали экстремальные съемки в драме «Дважды рожденной». Баранов, который по сюжету фильма преодолевал снежную пустыню и вправду промерзал до костей. Съемки в снегу длились часами. Вячеслав ни разу не прервал их, чтобы согреться. Новый 2011 год актер провел не за праздничным столом у друга молодости Вадима Андреева, а в больничной палате. Кроме родных и Андреева, его навещал Андрей Ишпай. Благодаря его стараниям и покупке дефицитных лекарств Баранов прожил не полгода, как отмерили врачи, а полтора. В мае 2012 года болезнь вернулась и больше не отступила. Баранов умер в июне. Причиной смерти была онкология. Артист скончался в палате хосписа, куда его устроил Ишпай, а не в домашних стенах, как говорится в официальных биографиях. Могила Вячеслава Васильевича находится рядом с местом упокоения матери на Хованском кладбище столицы. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok